всем здрасте семейная экоферма вот еще решил показать вам приобретение наше на выставке николаеве конец-то дошли руки до съемки этого приобретения это руанская утка этих уток я хотел приобрести давным-давно много них читал причем есть два вида есть руанская утка которая который кель есть она висит у нее кель они как холмогоры ходят такие тяжелые важные а есть такие которые чуть чуть поменьше размерами и кель у них такой отсутствует который по полу тянется вот именно эта разновидность называется руан клер та вторая руан и туан или как-то 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 так вот это клер это французская утка выведена франции она очень крупная по размерам та которая с келем конечно крупнее но эти тоже здесь вот так порядка четыре с половиной килограмма уточки по три с половиной но заметно на фоне вот черные уточки что они крупные очень красивые расцветки селезень и утки и утки несутся они у меня буквально пару дней освоились дня три-четыре и занеслись и одна и вторая несут яйца и буду закладывать в инкубатор или под индюшку или под курицу не знаю очень не терпится мне заложить сейчас мне это дерево бесит и посмотреть что получится красавцы красавчики савицы две красотки очень красивые я конечно застыл когда увидел их у дедушки одного на 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 это ярмарке сразу захотел купить причем торговался яйцо несут крупные сами утки крупненькие несут они немного яиц растут быстро мясо очень вкусно это как в описании у меня их хозяйстве никогда не было я же говорю очень хотел их приобрести именно такую разновидность лет поэтому смотреть будем наблюдать как они несутся как растут утята дай бог выведем утят ходят они так важно ну этот селезень очень тяжелые выдержал в руках я не взвешивал хочу взвесить конечно не такие как вот эти фаворит этого как они еще называются крякалки короче ну намного не массивней вон уже сколько яиц мнением нанесли извиняюсь у меня есть рука грязная мы перекрывали там крышу таки не помыл это надо бензином отмывать это от этого скажите мне от мастейки в общем такие вот яйца одна несет в гнезде 1 почему-то не в гнезде тут у нас еще бегунков надо заложить никак не заложу ну тут температура позволяет хранить их долго и переворачиваю время от времени поэтому каких проблем с этим нету заложим и бегунков инкубатор и заложу вот эти руанские утки вот такие вот яйца бегунки стали крупнее немножко яйца нести вот вы видите поэтому надо все-таки заложить и посмотреть как оплот как они выводятся какие утята все это проверить уже самому очень интересно не хватает времени на все так что сейчас вернемся к уткам кстати у нас любовь все свершилось молодец молодец все-таки спаривает он их топчет так что я надеюсь будут все таки не дышать у нас крупные белые смесь бульдога с носорогом так что вот такие вот утки утки радуют глаз утки красивые утки крупные массивные поэтому будем их разводить будем выводить утят и посмотрим как они растут как они вообще едят какой у них иммунитет много собирал информации ну как много в интернете вообще мало информации об этой утке ютубе раз-два до общался и толком ничего не рассказано про них так там один мужик рассказывает в одной программе не помню как он как она называется там женщина ведет живой дом до живой дом да 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 послушал ну очень интересно конечно у него вот эти которые другого направления мясного более у меня более легкие поэтому тоже сравнивать нельзя это немножко по-другому и растут набирают вес и больше яиц несут поэтому информации я же говорю в интернете очень мало я не лазил по форумах хочу еще по форумах пройтись посмотреть ночами этим только можно заниматься когда есть время это наши изумрудные уточки эти которые черные 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 мне одна женщина говорила что селези перелиняют у него станет белая голова ну слава богу я очень этого боялся и не хотел и слава богу голова у него осталось черных на то он изумрудный у него есть белые украпления на крыльях то допускается и утки а это утка полностью черная так что яйца не тоже еще не несут и те белые которые вот здесь индюками белыми тоже яйца еще не несут утки а те которые в сарае индоутки то есть мускусные утки они несутся уже вовсю те которые постарше те которые совсем маленькие я их хочу отделить отдельно расположить их в отдельных апартаментах и пускай будут отдельно потому что у таки не дают им прохода и прям издеваются над ними они совсем ну не совсем еще но им еще рано они от них убегают прячутся но это мне не совсем нравится раньше такого не было сейчас начал замечать что чаще и чаще надо убрать еще одного утока только тот того который старый я его так и не убрал что покупал я на выставке его еще уберу не останется на всех на всех уток белых 4 уток а включая эту семью которая живет здесь с индюками белыми так что сегодня отправлю еще одну посылку юлия заказала у меня она не является моим подписчиком нашла мне в какой-то в группе в вайбере в общем сегодня отправлю еще одну посылку с яйцами мускусные утки пока себе ничего не закладываю вот первая моя инкубация утильных это будет руанская утка и индийский бегунок как раз там нужное количество на мой той инкубатор который пластиковый клей опять надо его протестировать поставить туда градусники посмотреть что он там как он себя проявит и покажет после зимы ничего ли с ним не случилось ну что я в нем инкубировал очень очень давно я теперь проверяю все инкубаторы потому что не есть хорошо потом выбрасывать эти яйца цыплятам кормят уже купил цыплята до несколько штук приболели они отстают в росте других ну я думаю что поправится купил ими творожок и яйцо и им давал уже пару раз хоть они уже и большие но мне надо их немножко восстановить и привести обратно в форму потому что конечно я их немножечко немножечко запустил потому что я же еще говорил уже на видео не было корма сделал свой корм в общем для них это был стресс стресс такой капитальный ну все еще покажу вам вот этого красавца а шикарный селезень он по размерами же говорю как даже еще побольше чем вот этот хоть он ближе стоит очень массивный очень мне не нравится я прям восторге я бихи не покупал бы ну так как я давно их хотел хотел заказать яйца я уже был согласен на тех которые как они in ten in to one в общем не помню где которые с толстые толстые называются но вот подвернулась мне и нашел я вот таких вот которые не жиреют у меня вечно проблема с этим ожирением дед сказал что если их тоже обильно кормлите кормить то эти тоже могут зажиреть дедушка который продал мне ну раз они уже занеслись то видим уже ничего не грозит ну все друзья погода у нас шикарная завтра уже птички поют все завтра уже у нас вообще налаживается погода там плюс 10 плюс 12 и без мороза уже ночью так что скоро уже и травка пойдет мы засеем на этом участке люцерну и с новыми силами огороды и все по кругу все сначала все всем спасибо всем хорошего вечера хорошего дня хорошего утра всем 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 всего самого наилучшего до новых встреч на просторах ютуба пока пока